Девушки отдыхают Тогда не буду его тебе портить Давай на позитиве первоотзорчик! Легко! Nex NMP242 Не айподом единым жив мир MP3-плееров У него, конечно, есть свой шарм, статус Но во многих вещах он не идеален А конкуренты не дремлют Вот, например, эта плоская коробочка В мрачной вампирской кровавой гамме С достаточно крупным экраном На 2,4 дюйма по диагонали Толщина корпуса NMP242 Составляет всего 8 мм Плеер удобно носить в кармане Причем даже в кармане рубашки Главная фишка, по заявлениям разработчиков Это сенсорное управление На деле же оказывается, что речь идет лишь о кнопках на лицевой панели Хоть оно и достаточно удобное Но этим сегодня никого особо не удивишь Кнопки четко отрабатывают касания По ним не приходится долбить Пытаясь заставить девайс понять, что наконец Да, 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 я коснулся Этой проклятой иконки Меню организовано довольно логично Единственная засада Есть некоторые тормоза В целом начинка вполне типичная для современного плеера Без изысков вроде OGG Но общеупотребительные форматы присутствуют Есть и MP3, и WMA, и AV, и JPEG Кроме того, можно читать тексты Кстати, читать действительно можно На экране с разрешением 320 на 240 Тексты выглядят резкими и четкими Емкость памяти на выбор 2 или 4 гигабайта Есть эквалайзер на 7 пресетов и всякие другие мелочи В целом плеер очень недурен Для девайса класса недорогой плеер, который всегда в кармане Эта модель на удивление качественно собрана В остальном же везде видна дешевизна аппарата Взять хотя бы вложенные наушники Но каждый рубль своей трехтысячной цены NMP242 отрабатывает Голос! У тебя по-прежнему настроение хорошее? Да Ну, вот тебе Самое что ни на есть позитивный гаджет Круто Но зачем это мне? Я что, гвозди забиваю, что ли? Ну, так научишься А то что будешь делать, когда тебя уволят? В смысле? Не очень, да? Вдруг позитивно стало Ладно, это так, типа, шутка, ха-ха-ха-ха Никогда не любил твои шутки Да? Давай обзор следующий Lenovo SyncPad X200 Tablet Машины класса Tablet PC Сегодня отошли в тень нетбуков и сверхтонких ноутов Трансформеры с поворотным экраном, которые легким движением руки превращаются в планшет Идея очень неплохая и практичная Видимо, поэтому Lenovo продолжает развивать модельный ряд SyncPad Построенный на базе популярных стандартных моделей Lenovo SyncPad X200 Tablet Очень удобный ноут Машина оборудована широкоэкранной матрицей Очень легкая и продумана в каждой мелочи Весит это изделие чуть менее 2 кг Сумку не отягощает и достаточно удобно при работе как планшет Экран сенсорный, требует специального пера Хотя иногда можно и пальцем потыкать Если открыть ноут, так сказать, по-человечески То можно найти несколько особенностей Сенсорной панели нет, вместо нее используется мини-джойстик Требует привычки, но зато потом ни на что другое уже даже смотреть не хочется Клавиатура выше всяких похвал, что тоже традиционно для SyncPad Удобная, четкие нажатия клавиш, привыкать не надо, прям как родная Единственный, пожалуй, недостаток X200 – отсутствие оптического накопителя Малогабаритные щелевые сидюки сегодня имеются в ассортименте А вес бы сильно не увеличился В целом машинка оборудована достаточно средненько Процессор Core2 Duo SL9400 на 1,86 ГГц Интегрированная видеокарта Intel X4500 с 256 МБ памяти Стандартная емкость оперативной памяти 2 ГБ В качестве жесткого диска используется винт на 250 ГБ Производительность более чем приличная, хватает даже на игры Батарея оказалась очень живучей Аппарат уверенно работает в течение 4,5-5 часов, а иногда и больше Игрушка стоит серьезных денег – около 75 тысяч С одной стороны, за такие деньги все-таки хотелось бы иметь что-нибудь посолиднее С другой стороны, SyncPad вполне мощный и симпатичный Да к тому же еще и с сенсорным экраном Лепота! Выпуск продолжает позитивный СТГ Самым тупым позитивным гаджетом на этой неделе стала USB-ракетница Артиллерии можно управлять прямо с экрана монитора Ракетница может поворачиваться вокруг своей СИ, ну и разумеется, менять угол атаки Реально тупо Да! Но ведь как позитивно! Твоя очередь удивлять LG Arena Очень похож на iPhone Сенсорный, глянцевый Но внешность не главная Основная фишка этого аппарата – трехмерный интерфейс 3D S-класс Надо сказать, что он и правда сделан неплохо Внешне он очень похож на интерфейс iPhone, порой до боли Но с первого же экрана видны и отличия Кругом спецэффекты, различные трехмерные заставки и так далее Рабочих экранов 4 штуки Это называется Home Screen На каждом его экранчике можно разместить набор значков для быстрого доступа к соответствующим функциям Кроме того, грани куба можно выбирать, нажав сенсорную пиктограмму под экраном Появится кубик, который тоже можно крутить Забавный и удобный Аппарат построен на базе графического процессора AMD Телефон по сравнению с iPhone не очень шустрый При работе в мобильном браузере и других приложениях замечены явные тормоза Экран 3 дюйма по диагонали, что конечно меньше чем у iPhone С высоким разрешением Есть датчик положения в пространстве, мультитач, FM-радио, беспроводная связь и тому подобное Плюс специальная звуковая система Dolby Mobile и 5-мегапиксельная камера со шнейдерской оптикой Звук орет громко, камера снимает на удивление хорошо Кормится девайс от батарейки с емкостью всего в 1000 мАч Заряжается через специальный порт Стандартного USB нет, и это кстати недостаток Под крышкой аккумулятора также таится гнездо для карт памяти При цене около 20 тысяч претензии на лавры убийцы iPhone в общем-то оправданы Красивости всякие, беспроводная связь, камера приличная Недостаток, если забыть о нестандартном разъеме питания и подтормаживаниях, один Не удается LG добиться репутации премиум бренда Сколько уж лет корейские товарищи стараются, а нет И вряд ли тот, кто купил бы iPhone, даже посмотрит в сторону телефона LG Будь он хоть трехмерным, хоть вообще из золота На этом наш позитивный выпуск заканчивается Да и вообще мне, честно говоря, улыбаться зачертело Голос, о каком позитиве вообще может идти речь, когда Миллион вооруженных оглоблями китайцев перешли граниту с Россией Как? Я тебе серьезно говорю На этой радостной ноте я прощаюсь с вами, и возможно всегда С вами был инспектор Гаджет, и помните, я докопаюсь до правды Пока-пока Нет, гаджет, а что, правда что ли? Прям с оглоблями? Или вам? Нет, ну расскажи, интересно Ну как?